Всем привет дорогие друзья из Алании. Многие из вас хотели, чтобы мы показали вам магазин с текстильным полотенцами, ночнушками, постельным бельем и так далее. Поэтому сегодня мы пришли в магазин Mumen Textile, который находится в самом центре Алании, недалеко от магазина LC Waikiki. Вы все знаете, вот он магазин LC Waikiki. Проходите мимо такси, поворачиваете и первый поворот налево, если вы идете от магазина LC Waikiki, вы увидите вывеску, где написано TÜL и Mumen Textile. Если вы приезжаете из других районов Алании в центр на автобусной станции, вот она находится прямо за мной, остановка автобусов, то от этой остановки пройти буквально метров 20 и вы увидите магазин Mumen Textile. Вот их вывеска со всеми брендами, которые у них есть. Давайте же теперь пройдем магазин, посмотрим какой у них ассортимент, ну и самое главное, что вас всех интересует, это конечно же цены. В этом магазине также есть русскоговорящий персонал создавающих, он и Шанна Драк. Вот наш русскоговорящий продавец. Здравствуйте, как вас зовут? Халиль. Халиль, если придете в этот магазин, сразу обращайтесь к Халилю, он говорит по-русски, ну и конечно же покажет и расскажет вам все, так же как он сделает это сейчас. Что есть в вашем магазине? У нас даже скажу, самый большой выбор, полотенце. То есть полотенце разного качества и разных размеров и разного качества, это хлопок, бамбук, мадаловый есть, джаккардовый есть, микрохлопок есть, филюровый есть, пляжный есть, очень большой выбор. Вот это вот, например, на первый взгляд, вот это какие полотенцы? Это бамбуковые. Это бамбуковые. Да, они у нас на распродаже. Ага. В какую цену? 5 долларов, сволишь. Такое большое полотенце у нас бамбуковые даже. Слушай, эти цвета такие яркие, сушные. Да, разные цвета, конечно же, 50 на 90, 170 на 140, и 100 на 150 размера есть. 100 на 150 размера есть. 100 на 150 самый больший, да? Самый больший. Самый больший. Цена от 5... Вот это именно, которые вы держите, они 5 долларов. Первый клиент спрашивает, сколько у вас полотенца стоит. Мы всегда говорим, что начинается от 5 до выше. Посмотрим вам. Это жаккардовый, двухсторонный. Двухсторонный. Да. И вот эти полотенца уже дороже. Да, они немножко дороже получаются. Какое они ценят? 10 долларов. Самое вот интересное, то, что вы мне рассказывали, разница между... Одностое, да. Да, вот это вот полотенце джакартовое, одно-оностороннее, стоит 5 долларов. Да, они 5 долларов. То есть здесь сторона прямая, а здесь сторона такая жаккардовая. А вот это вот... 52 стороны жаккардовая. Ну, сторонняя жаккардовая, и поэтому оно дороже получаются. А почему оно влагу лучше впитывает, оно качественно? И влагу лучше впитывает, и долго будет служить. После стирки еще, как они себя ведут, они тоже, это же не надо размазать. Потому что после стирки они еще... Например, от фирмы от веса плотенца тоже зависит, конечно. Сколько там хлопка используют на хлопке. Например, вот здесь 500, например, говорю, 500 грамма, здесь 700 чем-то грамма. Поэтому и цена уже разница. А, то есть, представляете, цена зависит не только от качества, да? Также от веса плотенца. Это самые дорогие, да, у вас плотенца? Да, это фирма. А какая-то фирма? Исиму. Исиму. Для вашего дома, так скажем. И давайте сразу скажем в начале видео о том, что... Мы говорим стартовые цены, да? Да. Как мы сказали уже, полотенца 5, 10, 15 долларов. Ну, посмотрев, сколько покупатель будет покупать от этого количества, мы еще скидку сделаем. Да. Самое главное, посмотрите, здесь миллион полотенец. Да. Мы не можем сказать цены на все полотенца. Поэтому цены от 5 и так далее. И как Халиль говорит, что если вы, например, покупаете одно полотенце, оно стоит 5 долларов, да? А если вы купите 10 полотенец... Вторые уже 8 будет оба. Да. Да, если купите 2, уже 8 долларов. То есть, здесь система, очень хорошая система, да. Система... Есть у вас всякие разные вот такие вот наборы. А, если набором, они по-любому уже дешевле получаются, потому что если по 11, вот, например, этот полотенце продается 7 долларов. А если набором, они уже 6 штук 30 долларов, уже 5 долларов полотенца. А это верхняя часть бамбук-жаккард. Внутри махровый хлопок. Вот здесь даже на гирке написано 50 на 50. Такой прям мягкий классный. Еще есть у нас такие махровый простень. Но у нас не как простень, а как покрывало на кровати. Вот так вот. Да, вот такого плана. Но они тоже у вас разных цветов, да? Как скажу, разные цвета, разные качества. Есть хлопковый, бамбуковый, там есть жаккардовый у нас. Ну, очень большой выбор, конечно. А они когда, например, стираются хлопковым, они не садятся? Если хлопк, немножко-немножко может быть жестче. Жестче стать. А бамбук немножко пушистый и еще меньше. У нас еще вот такие вафельные, в Турции очень много использовали. Вафельные покрывалы. Вафельные покрывалы. Тоже такие мягкие, это хлопковые, да? Это хлопковый чистый хлопок. Но они такие лесные, это более зимние, наверное, да такие? Да, да. И в какую цену, например, вот такое покрывало стоит? Они тоже начинаются от 10 долларов. От 10 долларов. В основном, на первом этаже у нас, так скажу, который на распродаже. Какой, который немножко подешевле, он ежедневно это используется. Хлопковый, лес, фланиевый, сатиновый. Такие вещи на первом этаже у нас. И детские наборы, да? И детские, и полутораспальные, да. Ну вот, например, такой первый, сколько набор стоит? Это полутораспальный, детский хлопок. Хлопковый. Значит, они от фирма Тачи, они приблизительно начинаются от 100 лир до выше, от 15 долларов, так скажу. Это зимный, вот, например, так скажу. Посмотрите, какой я нашла, друзья. Потрясающий подарок на Новый год. Да. Это фланелевый. Смотрите, саленовый. Слушайте, классно. Можно так посмотреть. Ну, фланелевый. Сколько стоит вот этот? Значит, именно вот этот стоит 25 долларов. От фирма Тачи. И постельное белье у вас идет от... От 15 долларов до выше. Да. Постельное белье от 15 долларов и выше. Чуть позже мы покажем люкс-сегмент. Поэтому, друзья, 15 долларов выше, чтобы понять, что вам нужно, вы должны прийти и сами посмотреть. Потому что, как мы уже говорили, мы не можем сказать цены на все. Ферчерч, сатин. Потом. У нас верхняя полка вся, одеяло тоже одеялы разные. Где-то 10-15 разное количество одеялов у нас есть. Вот зима и лето есть. От волокна аллоэ вера есть. Летные есть. Вот они открыты тоже есть. А какой наполнитель? Наполнитель, как вы хотите. Синтепоновый пух, синтепоновый гель, синтепоновые шарики, пух, шерсть, бамбук. Какое хотите есть. Расскажите, пожалуйста, чем отличается хлопок от сатина? В чем преимущество сатина? Сатин это вид ткани, так скажу. Например, если бязь, ткань бязь, то там 56 нитей получается каждого квадрата, квадрат сантиметра. А у сатина 86 нитей получается. Вот, например, это хлопок, троньте, троньте, троньте. Ой, он такой жесткий. Да, а это сатин. Троньте битана очень. Видите, разница есть. Более гладкий, хлопок жестче прямо, а сатин мягче. Поэтому хлопок немножко дешевле, чем сатиновый. Сатиновый начинается у нас от 20 до выше. У вас здесь все каталоги есть и Сима? То есть можно даже... Конечно же, в каталоге, который здесь стоит, где-то 90% имеют. У вас есть. А можно, например, взять и заказать, если что-то понравилось? Вот, например, понравился вот такой вот. Можно ли его будет... Конечно же, заказывать. Ну, в течение 2 дня они уже будут. Мы доставку в отеле делаем сами. А, то есть человек просто заказывает. Конечно. Слушайте, вот это вот, кстати, очень классная штука, потому что можно выбрать... Не просто выбрать в коробке, да, а ты видишь, когда оно развернуто и как оно... Знаете, мы не можем ли у нас на распродаже от фирмы Хобби. Сатиновый есть, попленовый есть. Это хлопок? Сатин. Поплен. 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 И сатин. Сатин. Да. Я покупаю постельное белье. Постельное белье. Ну, вот нам рассказывают. Расскажите, пожалуйста. Вот сейчас с утра мне все рассказывают. А, лучше все дай. Да. Но вот это вот у нас из жаккарда. Жаккардовый. Есть. Вот это теплый. Вот это теплый. Теплый. Поплен. Я не знаю, смотрите, какой вам подходит под интерьер. Я не себе беру, но у них стены, как бы, вот такие вот. Катерти есть. А, скатерти. Да. Значит, габелиновый есть, жаккардовый есть, жаккардовый с салфетками есть. Потом, вот атакующий есть, пряженный есть. Скатерти, ну, например, вот такого плана. Да. Это габелиновый. А, с габелиной. Для круглого стола. А, с габелиной. Можем открыть даже. Давайте посмотрим. Вот так вот оно на столе смотрится. Это фирма. All Textil. Другие размеры есть. Овальный, круглый, квадратный, прямоугольный. С шеточками. С шеточками. Да. А, смотрите, вот с такими вот. С колечками. Для салфеток. Но это на торжественный случай получается. Да. Бамбуку есть. Очень много выбора. И различные узоры у них, да? Да. Жаккардовый, если хлопковый. Друзья, многие спрашивали про одежду больших размеров. Мы с вами начнем с ночнушек и халатов больших размеров. В магазине Memon Textil есть как раз халаты женские, ночнушки. Большие размеры. Самое главное, помимо маленьких, да, есть большие размеры. И вот, что самое интересное для детей, да, есть постельное белье с различными героями. С суперменом. Да. С суперменом, сперменом. Они все лицензионные товары. От фирмы Özdilek. Это маркер. И одеяло открытые. Кто хочет, пощупает, посмотрит. Мы откроем. Если нравится вакуум, главное, вакуум сделаем, чтобы они маленькие стали, чтобы подвести. Удобно было вести. Удобно было, да. И здесь у вас большой выбор. У нас здесь большой выбор. Сжатый шелк, например, сейчас смотрите. Можно взять? Конечно же, пожалуйста. Это в шелке, в общем-то, спать неудобно. Потому что там, туда-сюда, это скользкий. Ну да, скользкий. Да, скользкий. А это сжатый шелк. Такой. Верхняя часть под отделника. Сжатый шелк. Нижняя часть, вот как вы видите, сатиновый. Хлопок чистый. А под простин тоже сатиновый. Вот такая. Да. Вы категорически будете спать на сатине. Смотрите, как здесь нарисовано. То есть внизу вот такого цвета, да? Да. Сатиновый. А сверху вот такой вот шелк. Шелк. А, ну тогда удобно спать? Это удобно будет. И фирма очень хорошая. Циволе Хом есть, Озляр Хом есть. Вот такой вот набор от Скольки. Так скажу. Они тоже разные фирмы, поэтому они начинаются от 100 долларов до выше. От 100 долларов. Если шелк, да. Вот с такой вот вышивкой. Да. Это тоже от фирмы Озделек. Фирма Озделек известная. Да, известная фирма. Да, известная фирма. Фирма. От фирма Сарара. Сарару все это, все знают уже так. Мужская одежда. Мужская одежда классическая. Да. У них еще это домашний текстиль есть. Сарева. Мы продаем это. Мужская одежда. На верхней полке все детские. От фирмы Тач. Тоже знаменитой. Всемирной. Турецкой. Но с темными цветами спать лучше. Лучше. Да, да, да. Потому что они теплее. Особенно зимой. Есть, я не знаю, но это не теория. Это теория цветов. Темные цвета, они более теплые. И зимой кажется, что они еще больше согревают. А светлые цвета, они для лета, когда жарко, как-то прохладно было. Жаккард. Жаккард это знаете, да, это выбитки ткани. Ага. Вид ткани. Рисунок, который на ткани. Это не материал. Жаккард, люди думают, что жаккард это материал. То есть это хлопок. Это хлопок. Либо сатин, либо бамбук. Безразлично. Жаккард это вид ткани. Это выбитки ткани. Какой-то рисунок выбитки на ткани. Да. Либо вот такой вот цветами, либо вот такой вот. Да, полосами. Вот как раз хороший пример. Узор. О, точно, узоры. Да, да, да. Значит, вышивки, они ручные изделия. А вышивка ручная работы? Это фирма Зебракраса. Посмотрите. Ручная работа. Все ручная работа. Можете здесь тоже посмотрите. А, прям, прям вышивка. Видите? Цветы. Они все ручная работа. И это сатин, да? Да, на сатина. Ага. Кстати, пишите в комментариях, какие вы больше всего любите цвета постельного белья. Вы какие, например, любите цвета? Ну, светлые, темные. Более спокойные, конечно. Такие постельные цвета, да? Ну да, постельные цвета, да? Да. А мы, наоборот, любим яркий, оранжевый, зеленый. А зимой особенно оранжевый, коричневый, чтобы вот это вот согревало и казалось, что... Да. Ну, естественно, все темные цвета. Это по вкусу, конечно. Да, да, да. А здесь, да. Фирма Исима. Исима. Да. Так скажу, у них от хлопок, от беза до тенцелла есть ткань. Тенцелл есть, бамбук есть. А тенцелл, что это за ткань? Это новый ткань, это, да, очень хороший на нем спать. И это, как Вы говорили, одна и одна из самых дорогих. Самых дорогих, да. А почему? Трудно сделать это ткань, может быть, поэтому... А какая, что входит в ее состав? Хлопок. Хлопок. Хлопок, хлопок. Вот даже, так скажу, 60% тенцелл, 40% кодон, хлопок. Потому что 100% если они сделаны, это после стирки форма теряется. Они очень мягкие бывают. Она такая мягкая и даже ворсистая. Какую цену вот эти вот... Вот это пестра ткань, чистый хлопок, 100% хлопок. Вот здесь по-русски тоже написано, может. Ага, 100% хлопок. Пестра ткань. Цена у них 60 долларов всего лишь. А тенцелл который? А тенцелл это самый дорогой ткань у нас сейчас. Одно год. Они стоят 150 долларов. И есть вот такие вот интересные наборы. Здесь есть более дорогие наборы, да? Подушки, наволочки и вот такие вот покрывала более плотные. Ну, разные, которые вы там посмотрели. Пастельное белье. Стеганые. С пастельным бельем вместе. Ага. Здесь есть, например, от фирма Zebra Casa. Который с этой, с пастельным бельем продается. Ну, как комплект. Ну и, конечно же, что у нас здесь есть самое интересное? Халаты, пижамы. Памуковые, вискозные. Да, это вот такой набор, да, получается? Ну и в какую цену вот такой приблизительно стоит? Например, вот именно это 25 долларов. 25 долларов. Это вся набор. Ага. И у вас есть большие размеры, да? Они начинаются от 10 долларов до выше. Вот, пожалуйста, такие ночнушечки самые простые. Да. Вот такие есть. разного качества. Хлопок. Да. Хлопок еще дешевле. Хлопок еще дешевле. Например, такие качества, например, фирма Mariposa. Очень качественный бамбук, стопроцентный бамбук. Всего лишь 15 долларов. Конечно же, они разные. Начинается от 10 долларов до выше. Угу. Ну, в общем, нужно приходить, смотреть, выбирать. Да, да. Выбор очень большой. Да, и как мы говорили раньше, все зависит от модели, от качества, от размера. И тот, кто хотел большие размеры, например, здесь есть размеры вот 4XL, 2XL. До 5XL. Да. Начинается от XSL до 5XL. До 5XL. Халаты вот у вас, как вы видите, очень большой выбор. Халаты тоже бамбуковые? Да. Бамбуковые есть. Халатковые есть, смешанные. Атласовые есть. Потом вот такой есть смешанный. Ну да, такие легенькие халатики. Летные есть, зимные есть. Какое все оно начинается? Халаты у нас начинаются от 10 долларов до выше. Ага. 10 долларов. Ну и здесь уже вот как раз. Атласовый. Атласный. У нее внутри махровый. Атласный внутри махровый. Да. Чтобы после душа тоже можно было использовать. Как полотенце получается. Да. Внутри махра верхняя часть атласовая. Ага. Ну и конечно же есть теплые. Теплые халаты. Вот как вы покупали. Да. Которые вот эти. Самые долговечные, самые мягкие. Дени Малат. Ага. Мы покупали Айхану вот такой халат и он его очень долго носит. Да. Бамбуковый он очень тепло держит. Это бамбуковый? Это бамбуковый. Айхан бамбуковый. Угу. И в какую цену? 10 долларов стоят. Вот такие зимние пижамки. А, зимние пижамки. Посмотрите. От фирмы Гизей. Они очень качественные товары. Ой, вот эти просто обалденные. Слушайте. Такие бархатные. Тут не пижамки, а как домашняя одежда. Домашний костюм. Да, одежда уже. Ага. Супер. Супер. Посмотрите. Ой. Молодежные. И в какой цену вот эти? Они стоят всего лишь 30 долларов. И размеры? Размеры. Размеры. Начинается от S до 2X. У нас еще тюли. Тюли. Ага. Тюли. У нас где-то 60 разные тюли. 60 разных видов. Да. Покупатели можете просто сидеть и выбрать любой какой желать. Они начинают. Они в основном фирма Touch. Значит, они начинаются от 5 долларов до выше. От 5 долларов за метр? Да. Начинается от 5 долларов до выше. И шторы есть у нас тоже от Firmatouch. Ну, конечно, не очень большой выбор. Но где-то 8-9 штук есть разные шторы. Ага. И они пятница, да? Тоже так же. Начинается от 5 долларов до выше. Ага. Ну вот тоже такие с выбитым рисунком очень красивые. Примерно. Ага. В общем, друзья, вот такой вот классный магазин. Халил Бэй, спасибо большое, что вы рассказали. Приглашайте в магазин покупателей. Ну, конечно. Ждем. Ждем. Ждем обязательно. Ходите и хорошую скидку сделаем, конечно. Да, поэтому не пишите злобные комментарии, пожалуйста, по поводу того, что мы не сказали цены на весь ассортимент. Мы не можем просто сказать. Это не да. Это невозможно. Поэтому сами приходите. Мы вам сказали приблизительно. Приходите. Смотрите качество, ассортимент. Поможем. Мы здесь три человека работаем. Три русскоговорящие. Три русскоговорящие. Да. Да, у нас. Мы поможем вам. Поможем. Конечно же. Поэтому добро пожаловать. В описании к видео ссылка на местонахождение магазина. Телефон WhatsApp оставите. Конечно, конечно. Телефон WhatsApp можете писать, спрашивать. Конечно. Адрес, ну и конечно же все контакты. Можете отзывы тоже почитать, потому что мне кажется, мы уже 6 лет здесь, никакой плохой отзывы не получили еще. Угу. И надеюсь, что вам понравилось это видео. И мы максимально осветили текстильный рынок. Да. Скажем так. Поэтому приходите, покупайте подарки себе, в семью, родственникам. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Добро пожаловать в Аланию. Конечно. В магазин Mimin Textile. Всем всего хорошего. Удачи. 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 Удачи.